Всем привет! В эфире программа Умняшки, программа для самых маленьких. Присоединяйтесь к нашей компании, будет много интересного. Итак, в наших предыдущих программах мы с вами разговаривали о строении тела, о внешнем строении тела. Кто мне подскажет, из чего состоит человек? Саша? Голова. Маша, что есть еще? Шея. Шея. Еще что есть? Сердце. Это внутренний орган человека, а внешний? Что еще? Голова, шея. Еще что? Ноги. Молодец. А еще что? Руки. Верхние и нижние конечности. Да? Молодцы, ребята. Вот так как внешнее строение тела, так есть еще и внутреннее строение тела человека. У человека тело состоит из внутренних органов. Кто мне может помочь и подсказать, какие органы он знает внутренние? Саша? Есть сердце, есть мозг, кишечник, желудок. Молодец. Почти все назвала. Что она еще не назвала? Что еще? А мы дышим. Какой орган отвечает за дыхание? Легкие. Легкие. Молодец. Мы назвали сердце, мы назвали кишечник, мы назвали легкие, мозг, желудок. Молодец, Саша. Мы про желудок забыли. Хорошо. Молодцы, ребята. А давай... Кишечник еще. Кишечник есть. Хорошо. А еще есть что? Вены. Пе... Печень. Молодец. Ребята, а давайте сейчас посмотрим с вами рубрику «Дети говорят» и узнаем, что же нам расскажут наши маленькие телезрители о внутренних органах человека. Смотрим? Да. Да. Сердце – это наш патрон, с помощью которого мы живем. И с помощью сердца мы можем двигаться. Если сердце перестанет стукаться, то мы умрем. И кровь проходит через сердце. Легкие помогают нам дышать. Когда мы дышим, через нос он согревается, попадает в легкие. И он теплый, а когда через нос – сразу холодный. Чтобы развивать память, нужно читать книжки и стихи учить. Наше сердце находится вот здесь. Если приложите руку, то можно услышать, как оно стучит. Желудок переваривает пищу, превращает в кашу и... И куда она потом называется? В кишечник. Чтобы желудку было хорошо, надо есть полезные фрукты и овощи. Итак, ребята, продолжаем. Давайте с вами вспомним теперь, какие функции выполняют внутренние органы человека. Сердце, ну, оно определяет кровь по органам. Молодец, Саша. Хорошо. А легкие? За что отвечают легкие? София? За дышание. За дыхание, да? Легкие отвечают за дыхание. Аж за что отвечает желудок? За пищу. За пищу, за пищеварение. И печень ему помогает, да? И кишечник тоже ему помогает. И почки есть. Есть еще и почки. И мозг. И еще есть мозг. Мозг. Ну, а теперь давайте вспомним, подытожим наши программы и вспомним, о чем мы сегодня говорили. О внутренних и наружных органах. Человека, да? Человека. Правильно. Внутренние органы какие мы называли, София? Кишечник, мозг, рука, нога. Внутренние органы. Кишечник, мозг, сердце. Легкие. А за еду что отвечает? Желудок. В следующих программах мы обязательно продолжим тему внутренние органы человека. Ну, а сегодня с вами была программа «Умняшки». Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok